Добрый вечер! Сегодня мы заканчиваем изучение недельного раздела Торы Ваишев. На прошлом уроке подробно обсудили историю Юсефа и жены Патифара. История, которая закончилась тем, что Юсеф попадает в тюрьму. Сегодня будем говорить об его пребывании в тюрьме, о его освобождении из тюрьмы. Но, может быть, одну только деталь из истории с женой Патифара, которую на прошлом уроке мы не затронули. Итак, что же произошло? Жена Патифара, не добившись взаимности от Юсефа, обвинила его, пожаловалась своему мужу и обвинила Юсефа в попытке ее изнасиловать. И написано, что муж выслушал это от своей жены, взял Юсефа и поместил его в тюрьму, в яму там, где находятся заключенные царя. То есть, на первый взгляд, вообще и тюрьма тоже не самая простая, не из последних. Тюрьма для заключенных царя. Может быть, все-таки там условия чуть получше. В первый взгляд, это невероятное завершение этой истории. Ведь речь же не идет о современности, в котором человека за попытку изнасилования сажают на семь лет в тюрьму. Речь идет о древнем Египте и о само событии. Раб, которого обвиняют в изнасиловании жены господина, в древнем Египте, в котором раб был не просто как вещь, а даже меньше, чем вещь. Понятно, что тот, что любой человек знакомый с ситуацией ожидает в завершении этой истории, то, что хозяин просто прирежет этого наглого и раба еще к тому же, не просто раба, еще и раба еврея, жида еще к тому же, просто прирежет его на месте. Вместо этого он берет его под белые ручки и сопровождает его в места заключения. Как ты понимаешь, что произошло? Что это за политкорректность вдруг в древнем Египте? Все это наводит нас на одну мысль. И не только нас. Вслед за комментаторами мы идем. Вопрос-то, а Патифар, он поверил своей жене или нет, когда она обвинила ее Сефа? Так вот кажется, в том, что он просто ей не поверил. Если бы поверил на самом деле, стер бы Есефа с лица земли. В порошок бы его стер. Но поскольку он ей не поверил, то ли потому, что он знал ее характер, то ли потому, что сами обстоятельства показались ему странными и речи ее неубеждающими, он не поверил ей. Но, с другой стороны, поскольку скандал в семье произошел, и она же сказала это не только мужу, она же об этом качала всюду и везде и всем домашним, поэтому спустить это дело на тормозах Патифар не мог. И выход, который он выбирает, оставить у Сефа в живых, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы успокоить и прекратить скандал, заключить его в тюрьму. Вот теперь читаем, что говорит Тора о пребывании Есефа в тюрьме. «После этих событий случилось так, что виночерпи египетского царя и пекарь провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух своих царедворцев, на начальника виночерпиев и на начальника пекаря, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в тюрьму, в место, где был заключен Йосеф. Тора подчеркивает, после этих событий. После каких событий? После того, как Йосеф был заключен, по обвинению в изнасиловании своей госпожи. Почему так важно подчеркнуть после этих событий? Причем после обычно в контексте, хотя это в русском переводе не видно, но по оригиналу видно, что имеется в виду, что это произошло почти сразу за тем. То есть Йосеф не так уж много времени пробыл там, в тюрьме, в одиночестве, а и довольно скоро он оказался в компании вот этих двух царедворцев, которым он был приставлен для того, чтобы им прислушать. Раши, приводясь к объяснению наших молодцов, после этих событий, поскольку это проклятый, имеется здесь в виду, жена Патифава, сделала праведника предметом общих пересудов, так что все оговаривали его и порочили его, что Всевышний доставил им просту, как их тех придворных, чтобы отныне занимались ими, а не им. А еще для того, чтобы при их посредстве пришло облегчение праведнику. То есть, очевидно, последнее объяснение Раши, оно очевидно. Поскольку в планы Всевышнего совсем не входит сгноить Йосефа в тюрьме, то каким-то образом нужно его оттуда уже вызволить. Поэтому к нему и отправляются вот эти вот царедворцы, те люди, которые могут привести к освобождению Йосефа из тюрьмы. Очевидно, что в той ситуации меньше, чем царедворцы, просто возможностей никто другой на условии его заключения или на освобождение его привести к его освобождению не мог. Повлиять никто больше не мог. Это понятно. Сюжетная линия здесь ясна. Что эти царедворцы попадают под гнев своего господина для того, чтобы освободить Йосефа. Кстати, мудрецы в трактате Мигла обращают внимание на некоторую параллель. В данном случае государь разозлился на двух своих царедворцев, и всё это для того, чтобы вызволить Йосефа из тюрьмы. А в Мигелатисте рассказывается об обратной ситуации, когда два царедворца разозлились на царя и решили устроить заговор против него, благодаря чему получилось так, что Мордехай подслушал их разговоры, сумел выдать этот заговор, и в дальнейшем вот это его достоинство и помогло ему расстроить козни Амана. Так уж получается. Один раз для того, чтобы помочь праведнику, Всевышний гневит царя на своих придворных, а в другой раз всё наоборот, он гневит придворных на своего царя. Это ясно. А что, объясни только, что Раши написал вначале. Первая причина. Почему так важно подчеркнуть, что это произошло вот прямо сразу после ареста Йосефа и после его заключения в тюрьму, сразу после этого произошёл этот скандал двух царедворцев. Говорит, Раши ещё раз я зачитываю, поскольку это проклятое сделало праведника предметом общих пересудок. То есть, как выходит, говорит, Раши, не только что в семье и в доме у Патифара, это было известно, что она растредворенела тут же всюду, но это вышло за пределы его дома. То есть, это был скандал, и сплетни пошли. Люди, конечно, любят подобного рода смачные истории и, конечно же, не могли пройти ни на него. Пошли сплетни, пошло, 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 пошло. Люди начали говорить. Таким образом, Йосеф становится предметом судов и сплетен. Суд, пересуд. Так вот, оказывается, что есть такое правило в управлении миром. Всевышний не согласен на то, чтобы его служители были предметом сплетен и пересудов. Поэтому каждый раз, когда такое случается, когда служители Бога оказываются предметом сплетен, предметом пересудов, предметом всеобщей общественной критики, когда общество начинает перемывать им косточки и об этом говорят во всех газетах и по всем программам радио и телевидения, тогда Всевышний в срочном порядке устраивает другой большой неожиданный скандал, который сразу же взрывается и сразу же занимает все заголовки. И так что скандал предыдущий, связанный с его служителями, уходит на последние страницы газет, а потом и вовсе исчезает. Человек, который следит за событиями, за внутренними событиями в Израиле, может это проследить очень точно. Каждый раз, когда люди, исполняющие, становятся предметом обсуждения, становятся предметом критики, а что в нашем Отечестве случается в последнее время все чаще и чаще, то каждый раз после этого возникает какой-то жуткий скандал, который прорывается, вытесняет эту тему на последние страницы, и она успокаивается. Так же было и здесь. Скандал придворный, когда египетский царь, фараон, разгневался на своего виночерпе и на своего пекаря. Сразу нужно подчеркнуть, что речь идёт не о простых, не о каком-то официанте, который подавал вино, или пекарь, который стоял и месил тесто, это не совсем так, ведь они же названы здесь царедворцами. То есть это был начальник виночерпиев и начальник пекаря. Чем же они провинились перед своим господином, почему тот над них разозлился? Пишет Раши, согрешили, они провинились. Один провинился тем, что нашли муху в его кубке свином. Другой провинился тем, что нашли камешек в его хлебах. Понятно, начальник хлебопекаря, он же не сам месил тесто. Понятно, что пекарь, который месил тесто, и он допустил подобную роду вещь, чтобы камешек оказался в тесте, и фронт просто мог зубы сломать, а может, так оно и произошло. Это, конечно, ужасно. В любом другом месте такого бы пекаря, скорее всего, постарались бы наказать примерно или даже уволить. Ну, а начальник пекаря чем виноват? Это называется министерская ответственность. Если он... Это не такой, может быть, страшный грех. Но, в общем-то, это грех. Если у него в его департаменте пекарей происходят такие вещи, такие небрежные пекари у него работают, что оказалось там камешек в булке, то, конечно же, он несет ответственность. Что касается начальника виночерпиев, то, что там произошло, в кубке с хлебом, в кубке с вином, простите, была муха. Но вот это, скорее всего, вот это уже более странно, потому что... Понятно, что мух не повал... Ведь не говорится о том, что вино скисло, но не скисло. Или, может быть, вино было недостаточно охлажденным, или, может быть, слишком переохлажденным. Что, может быть, скандалом, предметом скандала у правителей типа фараона по отношению к своим министрам. Как-то слышал рассказ о том, как Сталин устроил жуткий скандал и разгон своим сатрапом из-за того, что как-то ему подали вино. Не той температуры, какой он хотел. Весь был просто в состоянии прединфаркта. Настолько напугал своих сатрапов, что один из них просто чувствовал, что ему лучше застрелиться сразу, чем терпеть сталинский гнев. Но здесь даже нет. Значит, муха. Произошло просто... Официант нес бокал вина, а туда упала муха. Чем министр ответственный за эти самые виночерпы, в чем он виноват? Нельзя сказать, что ты держишь таких уродов официантов, что они не умеют подавать вина, что к ним мухи падают. В этом никто не виноват. Даже официант не виноват в том, что муха к нему упала. Шлемазл он, может быть, да? Но нельзя же сказать министру, что ты виноват в том, что ты держишь шлемазла, в котором падают мухи. Но так или иначе, гнев был, и оба они попадают в тюрьму, и как раз АШГХ устраивает так, что попадают они к Йосефу, и поскольку мы уже знаем, что начальник тюрьмы, как каждый человек, который сталкивается с Йосефом, быстро разобравшись в том, что перед ним невероятно способный администратор, полностью переправил все дела управления тюрьмой в руки Йосефа, отныне Йосеф управляет, а сейчас, когда к нему попали столь высокопоставленные заключённые, то простых надзирателей к ним нельзя представить, и поэтому начальник приставляет к ним лично Йосефа, своего почти заместителя. И были они под стражей некоторое время. И приснился обоим сон. Снова мы видим кольцевое построение. Вся история с Йосефом начинается со снов. Йосеф, он сновидец. И сейчас его освобождение из тюрьмы тоже проходит через вещи сны. Итак, приснился обоим сон. Каждому свой сон в одну и ту же ночь, и каждому с разгадкой его сна. Виночерпию и пекарю царя Египетского, заключённого в тюрьму. То, значит, приснился им сон с разгадкой, то есть сон был такой, что каждый из них сразу понял, что этот сон означает, всю символику сна сразу и понял. Но если так, тогда не ясно, что написано дальше. По тексту дальше сказано так. «И пришёл к ним Йосеф поутру, и увидел их, и вот они, кручинецы. И спросил он царедворцев, которые находились вместе с ним под стражей в доме его господина, почему ваши лица столь понуры сегодня? И они сказали, сон приснился нам, а истолкователя ему нет». Вот оказывается, не потому что, не то, что их содержание сна удручало, да нет, их удручало то, что они не поняли этот сон, сон их встревожил, да, но они его не поняли. А как тогда понять то, что сказано выше, что каждый из них увидел сон с разгадкой его сна? На помощь к нам приходят Раши, он говорит, приснился сон обоим, обоим приснился сон, это в прямом смысле. А Медраж говорит, как нужно понимать это буквально, что сон с разгадкой, что каждый из них видел сон обоих, то есть он видел свой сон, и плюс к тому ещё разгадку сна другого. Иными словами, свой собственный сон, то, что касается его самого, он видел всё это в каких-то таких символах, непонятных ему. А вот что касается его товарища по нарам, то здесь он увидел это прямым текстом. Поэтому в дальнейшем и сказано, мы понимаем отсюда и развитие, что после того, как Юсеф разгадал сон веночерпия, сказано, что начальник пекарей увидел, слышал, понял, что он хорошо разгадал. Ты знаешь, что он хорошо разгадал. Может, тебе понравился его разгад? Нет. А потому что он знал, что означает сон веночерпия в тот момент, когда Юсеф предложил своё толкование. Он понял, что Юсеф просто попал в точку. Поэтому он тут же попросил его разгадать Иосу. Возвращаемся к тексту. «И они сказали ему, сон приснился нам, а истолкователя ему нет. И сказал он мне, Сеф, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Говорит, я специалист по снам и умею не только видеть сны, но и их разгадывать. Он говорит, наоборот. Толкование от Бога. Одно из двух. Если этот сон просто так, можно пойти на него. Но если этот сон – вещи, значит, Всевышний что-то хочет вам сказать. А если так, то если он хочет вам сказать и даёт сон через какие-то метафоры и символы, то от него же должно и прийти истолкование этого сна, и разгадка. «И рассказал начальник веночерпиев свой сон Юсефу и сказал, в моём сне и вот передо мной виноградная лоза, а на лозе три ветра». «Тут же распустились почки, зацвели цветы, и созрели грозди винограда, и чаша фараона в моей руке. И я взял виноград и выжал его в чашу фараона и подал чашу в его руку». И сказал он Юсефу, вот как с толкованием. «Три ветви – это три дня. Через три дня фараон поднимет твою голову и возвратит тебя на место, и ты подашь чашу фараона в его руку, как это было прежде, когда ты был веночерпием». «Поднимет твою голову» имеется в виду, это метафорическое выражение, используется часто в Торе, когда считают людей, когда смотрят все ли здесь, пересчитывают их, то это называется поднятием головы. То есть, когда фараон сделает смотр всем своим министрам, он быстро заметит, что министра начальника веночерпиев нет, вспомнит тебя, и это воспоминание тебе кончится, по отношению к тебе оно будет здесь хэппи-энс, тебя он простит и снова после короткой отсидки вернёт на своё место. «Если бы ты вспомнил меня, продолжает Юсеф, когда окажу тебе добро, и сделал бы для меня милость, упомянул бы обо мне фараону, и вытащил бы меня из этого дома, ибо я был украден из еврейской земли, да и здесь я не сделал ничего, за что меня могли бы посадить в яму». Так, веночерпиус он разгадан, обещает ему Юсеф освобождение и просит «Вспомни меня, помоги мне, помоги мне избавиться, помоги мне выйти на свободу из этой тюрьмы». И увидел начальник векаря, что он хорошо разгадал, как раньше нам объяснил. Это не случайно, он действительно понял, что хорошо было разгадано, то есть Юсеф попал в точку, ибо содержание, истинное содержание сна он знал про своего товарища и сказал Юсефу, «А я тоже видел себя в своем сне. И вот три плетеные корзины у меня на голове, и в верхней корзине всевозможные печенья для фараона, и птица ест их из корзины над моей головой». И отвечал Юсеф и сказал, «Вот истолкование». Три корзины – это три дня. Через три дня снова построятся те же самые три дня, то есть какое-то событие через три дня, в результате которого фараон помилует начальника Виночерпиев, а вот что касается тебя, то через три дня фараон снимет с тебя голову и повесит тебя на дерево, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. Вот такой нехороший прогноз. Комментаторы много говорят о том, на основе чего Юсеф так разгадал, то есть было ли здесь просто наитие свыше, или он использовал какие-то рациональные критерии для толкования сновидений. Некоторые говорят, что о смерти хлебопекаря он понял из того, что птицы клюют печенье, которое находится в корзине над его головой, нормальная птица вообще-то к человеку не приближается, она его побаивается, не станет птица так вот садиться на человеку, на голову, а если она и садится, то это, наверное, потому что человек уже просто труп, отсюда он понял, это был для него намек. Другие говорят, что он просто сам рассудил, то есть поставил себя, простите, на место фараона и рассудил рационально, что, в общем-то, хлебопекарь, конечно, виноват. Он виноват, что у него такие безответственные пекари работают, которые позволили в царский хлеб, чтобы попал туда камешек, а начальник виначерков, ну чем он виноват? Муха виноват здесь, так. Ее можно обвинить в преступлениях против человечества, против трона, против власти, но он здесь ни при чем, поэтому, скорее всего, поминут. Так или иначе, говорит Тора, и было на третий день. День рождения фараона. Первый раз, когда день рождения упомянут в наших источниках. Тот, кто празднует день рождения, это фараон. Он устроил пир для всех своих слуг и возвратил начальника виначерков на его должность, и тот вложил чашу в руку фараона. А начальника пекаря он повисел, как истолковал Юсеф. Ну и здесь мы ждем, если уже Всевышний привел этих двух царедворцев в тюрьму для того, чтобы Юсефа освободить. И вот, наконец, та возможность. Царедворец вышел на свободу, начальник пекарей. Это самое время для того, чтобы освободить Юсефа. Заканчивая Тора, нет. И не вспомнил начальника виначеркова и фара Юсефа, и забыл его. Кстати, очевидно, это автология. И не вспомнил, и забыл его. Понятно, если забыл, значит, не вспомнил. Зачем же Торок подчеркивает и забыл, и не вспомнил? Раши. Раши говорит так. И не вспомнил начальника виначеркова в тот день, то есть в самый день освобождения. Казалось бы, это наиболее подходящее время, когда царь в хорошем расположении духа, и царь его прощает. Самое время сказать, Ваше Величество, знаете, вот был такой парень, который мне предсказал, что Вы меня простите, и нет. Не вспомнил. А забыл его впоследствии. И тут Раши прибавляет еще два слова, потому что нам же, конечно, интересно знать, что же здесь не сработало. Ведь очевидно, с самого начала. Линия сюжетная простая. И если попадают эти два царедворца в тюрьму, так понятно, что только для того, как Раша написала Ваше, для чего? Чтобы при их посредствах пришло облегчение праведнику, чтобы Иосефа оттуда вытащить. И вдруг не получается. Начальник пекарей, начальник виначеркова, вместо того, чтобы вспомнить Иосефа, забывает о нем. А как же так? А для чего он туда попал? Для чего вообще была вся эта отсидка? Вся отсидка была для того, чтобы он его вызволил оттуда. Отвечает Раша, это за то, что Иосеф положился на него. На то, что вспомнит о нем, ему пришлось пробыть в темнице два года. То есть была здесь ошибка Иосефа. То, что он положился, понадеялся на виначерпи, обратился к нему с этой просьбой и понадеялся, что тот поможет ему освободиться, вот за это ему прибавили два года. Ибо сказано, а в чем такого плохого делать? Что, наказание было ему? Говорит Раша, ибо сказано, счастлив муж, который возложил на Господа свое упование и не обращался к гордецам. Кто такие гордецы? Имеется в виду не просто гордец, а это именно египтяне, которых называют у пророков во многих местах гордецами. Гордость это была. Гордость в высоком мире – это было национальное качество Египтов. Египтян, Египет, безусловно, был крупнейшей державой мира, и египтяне так себя и держали, так себя и вели по отношению ко всем остальным. Смотрели на всех, высоко. Египет написано. Мудрецы говорят, что на протяжении всех столетий существования Египетской империи никогда не было такого, чтобы раб убежал из Египта. Просто задача, как это может быть? Даже через берлинскую стену, оснащенную автоматическими пулеметами, и то людям удавалось перебежать. А почему же из Египта, граница Египта колоссальная, почему невозможно было убежать из Египта? Некоторые отвечают, что физически невозможно было убежать. Не было такого, чтобы раб хотел бы убежать, потому что каждому рабу казалось, что лучше быть последним рабом в Египте, чем свободным человеком в какой-то другой захолустной стране. То есть, любая страна по сравнению с Египтом, у нас просто как тьму таракань какая-то. Поэтому лучше быть рабом в Египте, чем тьму таракань свободным человеком. Вот египтяне такие гордецы. Поэтому посылка, который сказан в псалмах в Таилии, «счастлив муж, который положился на Бога, уповал на Бога, а не на гордецов, не обращался к гордецам, не обращался к Египте», «это сказано про Иосефа». Получается, что Иосеф здесь, если понимать это буквально, вроде как его мудрецы обвиняют в недостаточном уповании на Бога. Вместо того, чтобы уповать на Бога, он понадеялся на египтяна. Как нам правильно это понимать? Речь-то идет здесь о Иосефе. Человек совершенно другого масштаба. На эту тему пишет Хазуниш в своей книге «Эмунау битахон» «Вера и упование». Хазуниш касается Иосефа в ходе обсуждения главного вопроса по отношению к этому качеству «битахон». Плохо язык ворочается говорит слово «упование». «Битахон». «Битахон» вообще тема сложная. И как многие авторы сегодня пишут, что с трудом можно найти другую тему в иудаизме, на которую есть так много заблуждений, так много самообмана, как в области «битахон». Это упование на Бога. И прежде всего нужно выяснить самый главный вопрос. А именно, принято разделять все заповеди на две категории. «Хвот аливавот» и «Хвот айварим». Есть «Хвот айварим», то есть заповеди, которые относятся, это обязанности органов тела. То есть, это вещи, которые я должен сделать, или наоборот, я не должен сделать. Нужно есть мацуль в песах, нужно надевать тфилин, нельзя есть свиное мясо, нельзя варить мясо с молоком, нельзя говорить лошоно ра, нельзя и так далее. А есть мецвод, которых не относятся к делу, к действию. Они устанавливают только, какое должно быть правильное отношение человека к человеку. Есть заповедь веры, например. Есть заповедь страха Божия. Так вот, что касается бетахон. Это «Хвот аливавот» или «Хвот айварим». Объясню более точно. Значит ли, если бетахон, упование на Бога, это требование, это относится к сфере «Хвот айварим». То есть, это значит, что здесь накладывается ограничение на мои действия. То есть, я должен, вместо того, чтобы искать себе рационально понимаемые способы устроения своей жизни, я должен полагаться на Бога. К примеру, вместо того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, надеяться на то, что Бог позаботится о моем пропитании и как-нибудь устроит мне уже возможность прожить. Или вместо того, чтобы, скажем, соблюдать правила гигиены и оберегаться от того, чтобы не заразиться какой-нибудь заразой, полагаться на Бога, что Бог бережет и сбережет. Либо, имеется в виду другое, либо бетахон – это только «Хвот аливавот», то есть, это только обязанность сердца. Имеется в виду, что человек тогда должен делать, предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы устроить свою жизнь, но при этом ему запрещено верить в то, что от него на самом деле хоть что-нибудь зависит. Нужно понимать, что всё зависит только от Всевышнего, и только его воля определит, будет ли у меня заработок или не будет, будет ли у меня кусок хлеба или не будет, буду я больным или буду я здоровым, и удастся мне избежать каких-то неприятностей или нет. Всё это зависит только от Всевышнего. Если так, спрашивается в задаче, а если всё зависит от Всевышнего, то почему я тогда должен принимать усилия, предпринимать какие-то старания для того, чтобы оспечь свою жизнь? Ответ на это даётся обычно вот такой. Всевышний, управляя нашим миром, управляет по принципу «Олам каменаго ноек». Мир управляется так, чтобы рука управляющего не была в нём видна. Всевышний не идёт, за исключением очень-очень редких случаев, не идёт на явные чудеса, не собирается выходить из-за кулис и демонстрировать всякому встречному и поперечному свою силу и свою мощь и своё управление миром. Мир управляется закулисным образом. Поэтому, хотя в нём постоянно-постоянно происходят чудеса, но все эти маленькие чувства, они таковы, что вполне-вполне вписываются в картину мира, который подчиняется устойчивым причинно-следственным связям. Поэтому человек для того, чтобы закамуфлировать управление, для того, чтобы закамуфлировать все те чудеса, которые вокруг него происходят, обязан, просто обязанность, он обязан предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить своё существование. Закулисно Всевышний обеспечивает всё. И нельзя сидеть сложа руки для того, чтобы не заставлять Всевышнего, не толкать его на открытые чудеса. Это делать нельзя. Но что касается обязанностей бетахон, обязанности упования, это значит, что человек обязан верить, что всё зависит не от его усилий, от его усилий на самом деле ничего не зависит, а всё зависит только от решения Всевышнего. Так вот, к какой области относится бетахон? К области ховота-ливалот или к области ховота-еварин, что всё-таки бетахон накладывает ограничения и говорит, что нужно уменьшать до минимума, свести до минимума старания, которые делает человек для того, чтобы устроить свою жизнь. Пишет Хазуныш так. Хотя упование на Всевышнего – это обязанность, относящаяся к сердцу человека. Чтобы не было никаких сравнений, сразу он определяет место этой заповеди ховота-ливалот. То есть, главное в этой заповеди, главное основное содержание этой заповеди – это отношение, правильное отношение человека к происходящему. Как выстроить в своей голове правильное отношение? Это основное содержание заповедей. Но, тем не менее, при всём припаде, тем не менее, обязанность упования содержит в себе ещё дополнительные аспекты, налагающие ограничения также и на усилия, которые разрешены человеку в материальной сфере. С одной стороны, главное содержание – это ховота-ливалот. Но это не значит, что человек, если так, то человек должен делать всё, что ему придёт на ум, для того, чтобы обеспечить своё существование, свою жизнь. Нет, эта заповедь всё-таки хоть какие-то ограничения определённые накладывает. Ну, естественно, вопрос – а какие? Что делать, чего не делать? Что можно делать, исходя из медата-бетахона? А чего? Нельзя. Иногда запрещаете усилия или определённые средства в рамках этих усилий. А где же лежит граница? Сам-то главный вопрос. Практически. Продолжает Хазумиш. Мы обязаны продумывать заранее все наши действия? Согласуются они с упованием Всевышнего или нет? То есть, человек в тот момент, когда он сейчас, скажем, простудился или заболел гриппом, и у него насморк, и у него кашель, у него слезятся глаза и так далее, ну, вот сейчас хочешь делать действие? То есть, закапать капли? Или обратиться к врачу? Или прежде, чем делается какое-то действие, говорит Хазумиш, спроси себя, это соответствует медата-бетахон или нет? Согласуются ли они с упованием Всевышнего или нет? А снова, ну, я могу решать такие вопросы, только если кто-нибудь даст мне критерий. Так вот, наши мудрецы сказали, что когда Юсеф, и вот здесь начинается история с Юсефом, она-то нам и послывает. Некоторые модели. Что когда Юсеф попросил начальника Виночерпиев, чтобы тот вспомнил о нём, выйдя из тюрьмы, то было похоже, как будто бы Юсеф преднебрегает упованием Всевышнего. Вроде мы слышим в словах мудрецов некоторую критику по отношению к Юсефу. Неправильно он поступил. Вместо того, чтобы уповать на Бога, понадеяться на Бога, он понадеялся на египтянина. Говорит, далее Медраж, счастлив муж, уповающий на Бога, это Юсеф. То есть, Медраж-то на самом деле, он сформулирован не совсем так, как он приходит в Раши. А именно, по поводу Юсефа, не о всём этом пастухе говорят, что речь идёт про Юсефе, а счастлив муж, уповающий на Бога. Это Юсеф. То есть, Юсеф по своему характеру, по своему образу действует. Это был человек, которого можно поставить, время рассказать. Вы знаете, как выглядит человек, надеющийся на Бога? Вот Юсеф. Это он. А дальше сказано, «И к гордецам не обращался». Говорит о том, что из-за своей просьбы, обращённой к начальнику Виночерпиев, Юсеф провёл ещё дополнительные два года в тюрьме. Ему припаяли ещё два года к его сроку. Другими словами, Юсеф знал, что спасение из тюрьмы не зависит от его усилия. То есть, что касается основного содержания заповеди Бетахон, то с этим у Юсефа было всё в порядке. У него не было никакого, ни на йод у него, не было сомнения, ни на миллиграмм, не было сомнения в том, что от его усилий ничего, ничегошеньки не зависит. Всё зависит только от решения Всевышнего. Решит ли он его освободить или нет. Но, однако он же знал, что есть же ховат, а и штадлут, что он сказал, что есть обязанность человеку принять какие-то усилия к этому, проявить какие-то старания, приложить старания. Он также знал, что человек, когда ему что-либо нужно, обязан предпринимать усилия и не полагаться на чудеса. На уровне самом простом. Когда человек будет рамом, если человек чувствует, что ему что-то нужно, например, он чувствует, что желудок у него в последнее время не наполнен. Как-то так хочется поесть. Что это означает, что человек должен сесть перед холодильником, говорить Таилим, уповать на Бога, закатывать глаза в небо и думать о том, как бы сейчас произошло что-нибудь, и чтобы ему перестало хотеться есть. Нет, есть более простой способ. Подойти к холодильнику, открыть его, найти там что-то, хотя бы пару яиц и сделать яичное. Самый простой способ. Это человек делать обязан. Есть такой рассказ о Робзюше. Робзюше каждое утро после того, как заканчивал молитву и вроде как нужно было подумать перед тем, как идти учиться, нужно было подумать о том, чтобы позавтракать. Робзюше говорило глубокомысленно, Робзюше говорит, Владыка мира, Робзюше голоден. И тогда ученики приносили ему что-нибудь поесть с кухней. Один раз они решили закончить. Робзюше закончил молиться, сказал громко, Робзюше голоден, а ученики решили, что не принесем ему. Будем смотреть, что произойдет дальше. Так вот, это Иосиф знал, что человек обязан предпринимать усилия и не полагаться на чудеса, нельзя полагаться на открытое чудо. Поэтому он счел себя обязанным воспользоваться, предоставившись всему возможностью. Ну вот, казалось бы, а что нужно сделать для того, чтобы, что он должен, искать сейчас напильник и как во всяких романах перепиливать решетки в своей тюрьме? В Египте это было бы немножко смешно. Рыть подкоп для того, чтобы... Нет, вот сейчас оказался в его, рядом с ним, в камере, оказался в Виночерпе. И, конечно же, это перст Ашгахи свыше. Ну, очевидно, Всевышний хочет от него, чтобы он воспользовался этой возможностью. И обратился с просьбой к начальнику Виночерпе. Так в чем же проблема? Почему же тогда мудрецы, почему же Медрашева? В чем же Медрашева обвиняют? Почему ему впаяли еще два года? Проблема, однако, в том, что людям горды и высокомерны, подобным тому египтянину, несвойственно помнить просьбы и помогать. Просто не в их характере. Такие люди, которые ощущают себя, каждый из них ощущает себя пуп земли, он в ту же самую секунду, как его освободили, он в ту же самую секунду забыл у него сейфа, как Раша уточняет, забыл в тот день и не вспомнил его, и не вспомнил его, конечно, впоследствии. Для него несвойственно, то есть человек, неблагодарный по своему характеру, обращаться к нему, это просто нерациональное действие. Поэтому прибегать к его помощи было бесполезно. И только отчаявшийся человек способен на это, ибо такой человек делает всё, что может, даже вещи заведомо бесполезны. Как говорят, утопающий хватается за соломинку. Вот дал нам хазурный критерий. Что же, какие же действия человек должен предпринимать, а какие ему уже нельзя предпринимать. Что соответствует, что соответствует Медата Бетахом, его словами, кто согласуется с упованием на Бога, те старания, те усилия, которые рациональный подход, простой, common sense, простой, здравый смысл человека подсказывают ему. То есть, хочешь поесть, какой самый простой и рациональный подход, подойди к холодильнику, открой его, смотри, что там можно съесть и съешь. Это сделать можно, и поскольку можно, то человек обязан это сделать. Это и есть хувата и штадлут. Но когда человек начинает делать вещи бессмысленные, нерациональные, от которых, исходя из рационального мышления, невозможно ждать никакой пользы, вот такие вещи делать, поскольку бесполезно, не нужно, а стало быть запрещено. Так вот, почему? Ибо такие вещи делает только отчаявшийся человек, тот, который потерял надежду. Потерявший надежду хватается за соломинку, делает и глупости тоже, обращается к кому угодно, даже к тем людям, которые не только не могут помочь, а могут еще именно вредить тоже. Но вот обычно, то есть, в обычной ситуации подобное поведение говорит о том, что если человек хватается за соломинку и начинает ходить, человек, например, больной, человек больной, как должен себя вести больной человек? По-хазумению, делать вещи, которые должен делать человек рациональный, а именно, пойди к врачу, нормально. Но если человек начинает ходить к 20 врачам и еще и к знахарям, и еще есть какая-то баба, которая живет в такой городе, и он еще умеет прищептывать, а кто-то еще умеет нашептывать, а кто-то еще продает камею, а кто-то еще дает какой-то грибок и какой-то порошок и какой-то прочий, прочий, человек начинает уже терять абсолютно голову. Это лишнее. И если это лишнее, оно запрещено. Обычно, если человек так себя ведёт, это говорит о том, что он потерял надежду, что он уже больше не заботится, что он больше не уповает на Бога. Ибо если бы он уповал, он сделал бы только те самые рациональные действия и на этом бы ограничился, пошёл к врачу, максимум к двум врачам, услышал бы мнение двух врачей, действуя по одному из них. Но с Юсефом это так не было. Ибо не всегда, не всегда поступок человека отражает его настоящий характер. Иногда да, а иногда нет. В данном случае мудрецы подчёркивают, что этот поступок, хотя он кажется поступком человека, отчаявшегося, если он уже обращается к надменному египтянину, к свызокомерному надменному царедворцу, но это никоим образом не свидетельствует о его сути. Ибо Ашре Аиш, Ашер Сам Ашем Ифтахо, счастлив муж, который надеется на Бога, это Юсеф, т.е. это человек, который на Бога, да, надеется, у него нет сомнения, на 5 копеек у него нет сомнения в том, что всё зависит исключительно только от Бога. Но что? Но в его расчёте о том, какие действия он должен принимать или какие нет, здесь была ошибка. Эта ошибка, она не происходила от его отчаяния, от того, что он потерял надежду. Не было у него отчаяния, не потерял он надежду. Но когда он думал, правильно или неправильно, следует ли ему обратиться или нет, здесь он допустил ошибку. На самом деле не следовало. Излишне, поскольку действие бесполезное, поэтому оно было излишне. И поэтому вот за эту ошибку ему и впаяли ещё 2 года. Сразу видно, 2 года – небольшой срок. То есть и ошибка-то не была большая. Если бы это была на самом деле потеря, потеря надежды на Бога, то 2 года мы бы не ограничили. Сашка Хамбург прибавила никуда больше срок. Словами Хазуныша. Однако тому, кто уповает на Всевышнего, поступать подобным образом не к лицу. Нет ни малейшей обязанности. То есть делать подобные вещи, пользы от которых стремиться к нулю, нет обязанности. А коли нет обязанности, так и запрещено. И неуместная эта просьба скрыла, подобно облаку пыли, сияющий орёл веры и упования. И поскольку в упомянутом действии не было обязанности, так оно моментально было запрещено. При этом нужно помнить, что наши мудрецы имели в виду только само действие. То есть они не говорят о качестве её цели. Они говорят исключительно о его поступке. Но не ставили под сомнение, не дай бог, качество упования Йосефа, который, конечно же, знал, что нет никакой помощи от человека, но только от руки Всевышнего. Но решение Йосефа, что он обязан обратиться к начальнику виначерпия, вот оно и не было верно. Его мудрецы подвергают критике, и за него он получил два дополнительных года. И об этих двух дополнительных годах говорит Тора сразу в начале следующей королевы. Мы здесь переходим в главу Микетс. И было по истечении двух лет фараону снилось, снова сон. Йосеф постоянно во всей истории его сопровождают сны. И вот он стоит у реки. Ну и дальше есть известный очень рассказ, который даже дети знают, о том, как приснился фараону сон, и никто не мог его разгадать, пока виначерпий не выступил и сказал «Свои грехи я вспоминаю сегодня». Фараон прогневался на своих рабов и отдал меня под стражу в дом начальника телохранителей, меня и начальника пекарей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон. С разным значением. И в конечном итоге приводится это к тому, что фараон послал позвать Йосефа, и таким образом Йосеф выходит из темницы. Как только кончились два года, ни одного дня больше Йосеф не пробыл в темнице. Его сразу же освободили. Мы не будем продолжать главу Микет, а постараемся связать то, что мы сейчас учили, с актуальными темами. Мы стоим на пороге. Сэротимейчува, 10 дней живы, на пороге Йомки-пу. Наши мудрецы говорят, что Йосеф вышел из тюрьмы в день Роши-Ашана. В день, когда решаются судьбы всего человека, всего человечества, любого человека. Именно в этот день и происходит это судьбоносное событие. Фараон видит сон. Снова. Этот сон отражает то, что произойдет. Приход голода, необычайного голода, который будет продолжаться 7 лет. Все это происходит в ночь на Роши-Ашана. И в этот же самый день, поскольку уже вышло постановление об освобождении Йосефа, в этот же самый день он оказался уже на воле. На прошлом занятии мы говорили о том, что у каждой заповеди есть как минимум два аспекта. Первый аспект. Заповедь Бога – это приказ, это приказ царя, царский указ, который, естественно, надо выполнять. Есть второй аспект. Он ближе к указанию врача. В чём разница между ними? Того, кто нарушил царский указ, это как административное указание, его ждёт наказание. Царский указ – это понимается нами, как любое административное такое правило. Скажем, если власти устанавливают порядок, к которому по этой улице есть одностороннее движение, тот, кто поедет в обратном направлении, его ждёт штраф. Это штраф, это наказание. А есть такие поступки, за которые, вроде, даже не штраф, а даже отсидка в тюрьме, как вы слышите. Второй аспект указания врача. Речь идёт о том, что Всевышний раскрыл нам, что нарушение его заповедей, когда он дал заповеди, он раскрыл нам, что подобные поступки, которые он запретил, они наносят человеку реальный вред. И то, что тогда случается с человеком, это рассматривается не как наказание за нарушение приказа, а как естественный результат того, что человек сделал, подобно тому, как человек съел несвежую пищу. Если после того, как он съел несвежую пищу, у него случается недосворение желудка, он плохо себя чувствует. Это не наказание. Нельзя это рассматривать, что вас же предупреждали, что нельзя, мама учила тебя, что нельзя есть несвежую пищу, а как же ты её ешь, вот тебе за это мама наказала. Мама не наказала, мама просто знает, что случается с человеком, который ест несвежую пищу. Это естественный результат. Оба аспекта всегда присутствуют в любой заповеди, практически. Правда. Есть ситуации, в которых может быть только один аспект. Пример. Если человек совершает грех по ошибке. Например, он не знал, что какое-то действие запрещено в субботу. И он его сделал. Или он забыл, что сегодня суббота, и мажинально включил электрический свет. Нанёс ли человек вред своей душе? Да, конечно. Нарушение субботы, безусловно, это тяжёлый, тяжёлый изъян, тяжёлый вред, который причиняет себе человек нарушением субботы, он тяжёл. Был ли здесь бунт против царя мира? Был ли здесь бунт против Всевышнего, который приказал соблюдать субботу? Не было бунта, потому что человек здесь сделал это по ошибке. Здесь, в этом случае, присутствует только один аспект. Вред, ущерб – да, а бунт против царя мира – нет. Может быть, другая ситуация, в которой всё будет наоборот. А именно, ситуация, которую суют наши мудрецы. Человек, который хочет съесть, скажем, какую-то некошерную пищу. Он видит буженину, ему кажется, что это свиная буженина, очень она аппетитная и вообще. Но так получилось, что эта буженина была не свиная, а индюшачья. По виду была очень похожа. И человек съел, на самом деле, кусок индюшки. Хотел съесть свинину, а съел индюшатину. Что здесь? Здесь всё наоборот. Есть ли здесь бунт против царя мира? Конечно, ещё какой. Человек сознательно, заведомо и сознательно нарушает запрет. А нанёс ли он своей душе вред? Нет. Потому что то, что он съел, было кошерное мясо. Так уж получилось, оно ему подвернулось кошерное мясо. Здесь есть только один аспект. В целом ряде случаев присутствуют оба аспекта. И нарушение воли царя, нарушение воли повелителя. И принесение себе ущерба и вреда своей душе. Который является, этот ущерб, он просто естественный результат того поступка, который человек сделал. И в ежедневной молитве, когда мы просим прощения за грехи, что очень нам сейчас актуально, и в молитвах Йома Кипурим всегда присутствуют два мотива. Есть слиха у михила. Что такое слиха у михила? Это прощение и это прощение. А чем они отличаются друг от друга? Мы говорим Прости нас, наш отец, потому что мы грешили. И снова Прости нас, наш царь, потому что мы снова грешили. Но здесь есть тоже различие. Есть различие между хет и пеша. И это грех, и это грех, но разное. Что такое хет? Слахлану авинуки хатану. Прости нас, наш отец, ибо мы хатану. Что такое хатану? Хатану, значит, мы промазали, не попали. Иными словами, грех по ошибке. Я хотел сделать правильно, а получилось неправильно. Промах был. Значит, прости нас, наш отец, за наши промахи. А второе. Прости нас, наш царь, за наши умышленные нарушения. Пеша. Пешану, пеша – это уже умышленные нарушения. Здесь мы включаем оба аспекта нарушения заповедей. Первый аспект – это вред, который человек наносит своей душе, даже если он грешит. И даже если это промах, даже если он грешит неумышленно. И поэтому он упоминает здесь Всевышнего как Отца. Прости наш отец за наши промахи, ибо пусть даже эти промахи – неумышленные нарушения, но вред-то мы себе причинили. И прости здесь означает «очисти нас». Это не прощение, как мы обычно просим прощения за то, что мы кого-то обидели. Не в этом дело, мы же здесь по ошибке это сделали, неумышленно. Имеется в виду «помоги нам очиститься от результатов этого греха, счисти тебя от ту самую грязь, которая прилипла к нам в результате этого пусть неумышленного, но всё-таки прегрешения». Второй аспект – прости нас, царь наш, ибо мы грешили на этот раз, мы уже имеем здесь в виду грех именно умышленный, потому что преступление против царя, преступление против повелителя – оно только при умышленном нарушении. Нет преступления, нет бунта против царя. При неумышленном, когда человек что-то делает по ошибке. Это два аспекта любой заповеди. И нужно знать, что когда мы имеем дело с Яйцараран, наш главный соперник, тот, с кем нам нужно иметь дело в особенности в эти дни, когда мы пытаемся что-то исправить в своей жизни, избавиться от грехов, нужно знать, что Яйцарарар всегда работает именно по этим двум направлениям. А именно, Яйцар никогда не бывает, чтобы Яйцар предложил человеку, искушал бы человека сделать какое-то нарушение, просто так вот. А направления всегда два. Как это было самым первый грех? Когда Нахаш, змей, пытался искусить хаву и подбить ее на то, чтобы она съела запретный плод, с чего он начал? Начал он так. Он когда пришел к ней, спросил ее, а что это правда, что Бог вам запретил вообще все плоды? И все вам запрещено? Что он этим хотел сказать? Это самое первое. Невозможно, нереально закупить, которую царь мира нам дал, она такая сложная, что подчиниться ему просто невозможно. Это нереально. Все запрещено. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Все. Жить так невозможно. Невозможно. То есть, иго, которое Бог, царь мира надевает на нашу шею, выдержать его на шее невозможно. Хава не поддалась на эти уговоры. Она сказала ничего подобного. Все как раз наоборот. Нам все можно. Одно дерево есть, которое в середине сада, вот там в середине сада, вот его Бог сказал, не ешьте от него, а то умрете. А-а-а, сказал Нахаш, вот здесь она попалась. И здесь он подходит именно ко второй стороне. Значит, первая сторона была, это тот самый первый аспект заповеди, а именно подчинение воле царя на утверждение Нахаша, что невозможно подчиниться этому, потому что это просто невероятное, невыносимое иго. На это Хава сказала, ничего подобного, можно, это вполне возможно и реально. И тут он ей сказан, и тут она допустила ошибку, сказала, а вот то дерево, которое там одно есть, одно единственное, оно запрещено. И Бог сказал, не ешьте от него, а то умрете. И вот здесь Нахаша начал разворачивать вторую сторону. А это второй аспект, а именно тот самый вред, который человек наносит своей душе. Умереть не умрете, сказал Нахаш. Ты просто не понимаешь, смысл этой заповеди не такой. Ты просто не понимаешь, в чем никакого вреда в этом не будет. Объяснение другое. Я тебе его дам. И он дальше развил целую теорию, почему Бог это запретил. Но самое главное, никакого вреда вы себе не нанесете, наоборот даже. Вот здесь, на этом-то она и попала. Это всегда два захода Ейцарара. Борьбе с первым заходом Ейцарара посвящен День Рош Ашана. Чем мы занимались весь этот день? Весь этот день мы повторяли Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Имлох Леулам Ваед. Ашем, Он наш царь, Бог наш царь. Мы принимаем на себя Иго, Его царство, мы принимаем на себя Его власть. То есть мы знаем, мы хотим этого, мы знаем, что можно исполнять Его заповеди. И мы хотим их исполнять. Мы в состоянии этого делать. И по желанию своему собственному принимаем на себя Его власть и Его царство. Его волю мы готовы исполнять. А вот Йома Кипури, он посвящен второй проблеме. А именно, нужно осознать то, что мы себя отравили, то, что на протяжении всего этого времени было. Сколько мы яда в себя запустили и насколько все те... То есть если мы и думали на протяжении года, что где-то я что-то ляпнул, где-то я что-то не так сказал, где-то я что-то не так сделал. Ну, это ничего, это не страшно, это медраборно, это... Что подобное? Все это смертельно. Все это яд. Жуткий яд. Это смертельно. Вот этому посвящен день Йома Кипури. Понять, какой ужас, каким образом мы себя отравили, в какую смертельную опасность мы поставили себя в результате того, что нарушали запреты дур. Если возвратиться снова к Адаму, к первому человеку, то любопытно, что Всевышний, когда человеку говорит эту самую первую заповедь, он говорит кебе махлыхам имену оттаму. Ты смотри, в день, который ты съешь, ты умрешь. А потом, когда Адам уже согрешил, то он говорит ему не о смерти, а он говорит ему совсем иначе. Как там, говорите? И сказал Бог жене. И сказал Господь. О. А жене сказал, умножай, умножу муку твою и беременность твою. В муках будешь рожать детей, и к мужу твое влечение будет. Адам уже, он сказал, за то, что ты послушал голосы твоей жены и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля от тебя. В муках будешь питаться на него. Куча-куча всяких наказаний. И то, и то, и другое. И беременности, роды, и неплодородной земли. А где то, что Бог сказал в самом начале? Что ты умрешь просто. В день, который ты умрешь. Отвечает в Винницкой Гаонте очень просто, на самом деле. Все то, что мы сейчас прочитали, действительно наказание. А то, что Ашем в самом начале сказал, что в день, когда ты съешь от него, ты умрешь, он не угрожал ему наказанием. Он просто сказал ему, естественный результат нарушения заповедей. Нарушение заповедей означает смерть. Это смертельно. Это смертельно. Точно так же, как пишут на ядерном. На всех опасных местах рисуют череп с костями. Это не наказание тому, кто полезет в место, где есть высокое напряжение. Естественный результат. Сунешь туда палец. Так оно и будет. Съешь яд. Так оно и будет. Это то, что Всевышний ему сказал. Нарушение – это яд. Нарушение – это смерть. Плюс к этому дополнительно есть еще и наказание за то, что нарушил волю Бога. Это отдельная история. Но прежде всего нужно понять, что прежде всего это смертельно. Этому и посвящен Яму Аккупорью. Дай Бог нам очиститься в этот день, вымолить прощение у Всевышнего за то, что мы нарушили Его волю, и очиститься от всех последствий греха, вычистить весь тот яд, все те яды и шлаки, которыми мы напичкали себя за последний год и выйти чистыми в Суккот, в праздник света и радости.